Канобу.ру представляет Sony провела пресс-конференцию, на которой презентовала консоль нового поколения PlayStation 4. Wargaming выпустит популярную компьютерную игру World of Tanks для Xbox 360. Battlefield 4. В многопользовательском режиме игроки смогут обрушивать на врагов целые небоскребы. Записи всех конференций выставки E3 на русском языке только на Канобу. В ходе пресс-конференции Microsoft на выставке Electronic Entertainment Expo 2013 в Лос-Анджелесе была объявлена дата выхода консоли следующего поколения Xbox One. Она поступит в продажу уже в ноябре 2013 года. Корпорация Microsoft отметила, что продажи новой игровой приставки Xbox One стартуют в 20 странах мира, включая Россию. Стоимость приставки в США составит 499 долларов, а в Европе 499 евро. В России пока неизвестно. Как и предполагалось ранее, Microsoft решила отказаться от MS Points в пользу реальной валюты. Каждый комплект Xbox One будет включать саму консоль Xbox One с жестким диском на 500 гигабайт, обновленный сенсор Kinect, один беспроводной контроллер и бесплатную подписку Xbox Live Gold на 14 дней для новых пользователей. Не забыла компания и о консоли текущего поколения. Была анонсирована новая модель Xbox 360. Она отличается новым дизайном, схожим с Xbox One и пока что заявлена только для США, Канады, Австралии и Великобритании. Корпус приставки стал меньше, а кроме того снизился уровень шума, издаваемого приставкой во время работы. Как отмечают аналитики, Microsoft инвестирует ресурсы и капиталы в создание эксклюзивного контента и игр больше, чем когда-либо. Компания Sony провела в рамках игровой выставки Electronic Entertainment Expo 2013 пресс-конференцию, на которой презентовала консоль нового поколения PlayStation 4. Японский гигант окончательно раскрыл все карты и не только показал дизайн игровой приставки, но и озвучил ее цену и возможности. Угловатая коробка чем-то напоминает приставку PlayStation 2 и не отличается футуристичным видом, как предполагали многие эксперты. Технические характеристики приставки, озвученные в феврале, также нельзя было назвать выдающимися. Стандартная начинка для консолей нового поколения. Самое вкусное устроители пресс-конференции отложили напоследок. Для начала они рассказали, что PlayStation 4 не будет требовать постоянного подключения к интернету. Эту новость в зале приняли аплодисментами. Далее последовала целая цепь анонсов, по мере появления которых аплодисменты нарастали, переходя в бурные овации. Консоль поддерживает работу с поддержанными играми. Игроки смогут свободно обмениваться дисками, одалживая или передаривая их. Сорвать банк Sony позволила следующая новость, которую зал встретил уже аплодируя стоя. Консоль PlayStation 4 будет продаваться по цене 399 долларов в США, 399 евро в Европе и 349 фунтов в Великобритании. Выставка E3 стартовала с оглушающей новости. Белорусская компания Wargaming выпустит популярную компьютерную игру World of Tanks для Xbox 360. Представлять World of Tanks вышел сам президент компании Wargaming Виктор Кислый. И на хорошем английском языке поведал собравшейся публике об успехах белорусской разработки игр. Созданием World of Tanks Xbox Edition занимается консольное подразделение компании Wargaming Quest. А издателем выступит сама Microsoft. Для оптимизации игрового процесса и использования всех технологических преимуществ игра получит новое управление и обновленный интерфейс, а также переработанный внутриигровой баланс. Для того, чтобы скачать игровой клиент, необязательно будет иметь подписку Go, как во многих случаях с другими бесплатными играми для Xbox 360. World of Tanks Xbox Edition предложит игрокам такие платные опции, как премиум танки, расходники и премиум аккаунты. На стадии открытого бета-тестирования, которое скоро стартует, игра представит американские и немецкие линейки танков. На E3 впервые был продемонстрирован игровой процесс многообещающей игры Batman Arkham Origins. На кадрах отчетливо видны нововведения и улучшения геймплея, которыми игра будет выгодно отличаться от своих предшественников. Триумфом презентации известной французской компании Ubisoft стал анонс нового проекта Division. Игра повествует о постапокалиптических Соединенных Штатах Америки и относится к классу онлайновых РПГ. Экономика США в упадке. По стране ходит неизвестный вирус, который передается через деньги. Для спасения государственности была набрана группа агентов, которые и займутся решением проблем. На прошедшей пресс-конференции Microsoft компания-разработчик компьютерных игр Electronic Arts показала свежие кадры своей игры Battlefield 4. Видео демонстрирует всю многогранность многопользовательских сражений в игре. На прошедшей выставке E3 компания Microsoft анонсировала продолжение известного сериала Halo. Мастер Чиф вернется на новой консоли Xbox One. Если вы проспали все пресс-конференции выставки E3, то не печальтесь. Редакция Канобу следила за событиями в прямом эфире. И все записанные ролики вы сможете найти на нашем сайте. Все пресс-конференции переведены на русский язык. На прошедшей пресс-конференции компания Sony впервые продемонстрировала миру свою новую консоль. Все подробности о начинке этого чуда техники на нашем сайте. Выставка E3 закончилась, но ее отголоски еще долго будут раздаваться на просторах интернета. И несмотря на то, что летом игровой сезон считается малоинтересным, поступивших новостей нам хватит до осени, когда и состоится старт консолей нового поколения. Ну а пока смотрите Канобовости. Мы будем держать вас в курсе.